Что касается внешнего быта, тут ничего не скажешь, пока, так сказать, реконструкция не сделала. Но что касается нерадения, так сказать, ратным и государственным делам, то киевлянин явно здесь, так сказать, покривил душой. Это он в бессильной злобе, он бы сказал. Да, 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 да. Вот тогда уже из Киева, да, черный пиар шел. Вот, а в принципе, конечно, Юрий один из тех князей, которые, в общем-то, всю жизнь положили на укрепление своей земли, на ее, так сказать, украшения и так далее. Поэтому, в общем-то, и в Москве ведутся работы. Москва получает первый полноценный кремль сосновый, благо тут сосны росли на Боровицком холме. Вот есть, если по мере необходимости, этот кремль заменялся. Ну, а уже, так сказать, при Иване-Колите, первый дубовый кремль. После того, как он сгорел, как раз обычно эта работа начинается. Дмитрий Донской начинает, и двенадцать лет Дмитрий Донской начинает строительство Москвы-Слобина. А вообще, почему Москва, то есть, ну, как бы такое, просто все мы видим, да, почему здесь-то вообще, вот, режиме? Понятно, почему Петр хотел там, где он хотел, да, выход там, значит, куда-сюда. А Москва выиграла, вон, вон. Да, тендер? Да, тендер на лидерство, на гегемонию в северо-восточной Руси. Владимир уже к этому времени обветшал, так сказать, старел. Вот, главным противником Москвы была Тверь. Вот, удалось Тверь и хребет сломать с помощью Орды. Вот, и, так сказать, Москва стала непререкаемым лидером. Хотя Орда пыталась противовес ей создать и создала Суздальское Нижегородское фняжество, Потому что у Орды принцип такой, не дай сильному подняться, вот, не дай слабому упасть. Их враг. И тогда разделяя и власть. Но Дмитрий, будучи еще человеком, конечно, не вместо Совета Бояр, вот, выбил, в общем-то, превратил своего главного врага, самого надежного союза. А, то, что, если Суздальский Нижегородский князь, он женился. И, в принципе, это был Белокаменный премьер. И вот этот Белокаменный Кремль выдержал два, так сказать, штурма по стороне Литвы. Дважды он где-то подходил. Вот, Тахтамыш захватывает обманом. То есть, так бы он не взял, почему, в общем-то, Дмитрий спокойно и уехал, так сказать, в Костромузо. Он рассчитывал, что Кремль взять не будет. Но, так сказать, обманом удалось его взять. То есть, в общем-то, вот этому Белокаменному Кремлю пришлось пережить очень многое. И уже, так сказать, через столетия он выглядел, конечно, не как Белокаменный. Это вот стерые стены, где-то, так сказать, провалы заделаны досками, где-то булыжником. То есть, вот такое вот лоскопное одеет. И поэтому, когда уже Россия стала централизованным государством, естественно, в общем-то, нужно было это оформить уже в прощество, в Кремле. Вот, и основные вот начинают возводиться у нас в Кремле, как раз в конце 15-го века. Московский Кремль был одним из первых. Вот, и был возведен итальянскими мастерами. И не потому, что, вот, это, так сказать, наши мастера были не способны к возведению каменных крепостей. Просто настолько вот, в Северном Третьем могучее государство построено, вот, что оно могло себе позволить нанять итальянских мастеров. Биархуд. Мы и это тоже можем. Это было демонстрацией необыкновенной крутости. Только руководители крупнейших государств могли это сделать. Вот, и целая, так сказать, команда итальянских мастеров высшего класса. Мы уже вот говорили об Аристотеле Фиараванте, это и Марка Руфа, это и Оливис Новый, и Оливис Старый. Вот, потрясающие совершенно, так сказать, мастера. Вот, и они вот возводят, в течение, так сказать, более чем 10 лет, возводятся стены и башни Московского Кремля. А получается, они моду ведь своего рода такую задали? Да, конечно. Это такая конкретная ломбардийская архитектура. Особенно вот эти вот зубцы в виде ласточкиных хвостов мерлона. Вот, и потом, в общем-то, подобные строились и в других крепостях. Например, в той же Нижегородской крепости, которая, в общем-то, возводится буквально там, ну, по-свежим скидам. Вот, тоже, и в Туле, вот эти ласточки на хвосты. А вот, правда, Екатерина II, вообще-то, есть своеобразность машинопременная на пастухлана. Вот, и в Нижегородской Кремле до половины высоты, вот, так сказать, более, так сказать, агресская. Ну, конечно, в общем-то, это, да, 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 да. Субтитры создавал DimaTorzok